Мужчины взялись за спицы и крючки. Карагандинец Степан Мерзлый в вязании может обогнать не одну закоренелую рукодельницу. И разницы нет, спицы это или крючок. За крючок взялись и наши корреспонденты. Такие затейливые узоры не каждая женщина сможет придумать. Степан Мерзлый при помощи одного крючка может создавать подобные шедевры. Степан занимается вязанием уже более 15 лет. Будучи первоклассником, он впервые взялся за спицы и пряжу. Сделав несколько петель, он понял, вязание дело всей его жизни. У меня вязала мама и вязала бабушка. Потом мама меня научила дальше вязать. Показала две петли, лицевую и изнаночную. На этом она сказала, если тебе дано вязать, тогда ты научишься. Сегодня Степана по праву можно назвать мастером в, казалось бы, совсем не мужском деле. Рукоделие приносит карагандинцу не только удовольствие, но и деньги. От заказов на платья, кофты, купальники и прочие вязаные изделия отбоя нет. Вязальщик рассказывает, что приходится сталкиваться с назмешкой от окружающих. Но Степан твердо убежден, что если человек занимается любимым делом, обращать внимание на подобные колкости не стоит. Во мне проснулся дар вязать крючком. Спицами я практически перестал вязать. Я стал интенсивно осваивать крючок. Новые технологии провязывания петель, какие-то сочетания узоров. И технику я освоил практически последние семь лет назад. Спицы, крючки подчиняются рукам Степана Мерзлого беспрекословно. Однако свое предпочтение мужчина отдает вязанию крючком. Крючком, по его словам, можно творить все, что душе угодно. Вязанные брюки, всевозможные береты, платки с затейливыми узорами, сделанные Степаном, носит не одна карагандинка. Вязальщик сейчас подумывает обучать рукоделию других. Амина Смакова, Боржи Аналипов, Евгений Афанасьев. Первый карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова